так вот ребята настал следующий день сейчас греем двигатель поеду искать интернет в поисках интернета чтобы загрузить данное видео 1731 километр пройдено сейчас отъеду и вам буду рассказывать может даже запущу стрим сейчас посмотрим вот она ребят деревня пацаны на тарзанке в общем приехал родные края что могу сказать два дня в пути 1700 1800 почти 2000 километров и всего лишь 6 часов сна и пройдено такое расстояние и мы находимся дома ну практически дома я конечно не я конечно родом не с ульяновской области я вообще из под воркуты из северов но однако я здесь в общем ребят как-то так сейчас вам буду рассказывать про автомобиль про путешествие вы это увидите в следующем видео а пока что только так хай братва всем салют с вами снова пилот пищи эрер саня в общем включение друзья новый видосик на канале довольно таки длинный смотрите этот видос будет на тему автомобиля и автомобиля газель выбрал вот такой вот фон для данного видео я считаю это просто супер фон то что можно подобрать смотрите просто сказочный фон видео будет без всяких спецэффектов обычное видео обычного человека обычного водителя скажем так автомобиль газель проехал я на газели уже в режиме дальника порядка 15 тысяч километров пройдено мной кто-то скажет это немного кто-то скажет это совсем мало ну на самом деле конечно это прилично я могу вам сказать тот кто ездил тысячу-полторы проезжал в день тот представляет какова усталость проехать за сутки друзья за неполные сутки грубо говоря в 7 утра вы выехали и ближе к двенадцати ночи вы проехали тысячи с небольшим это довольно таки прилично ребят это нужно быть все время за рулем и при всем при том то что вы это расстояние проезжаете не на какой-нибудь скоростной легковушки а на автомобиле газель до или на среднем скоростном автомобиле где скорость среднем 80 90 на самом деле это очень таки трудно ребят вот такой фон выбрал для данного видео ульяновская область смотрите поля леса и вот такое хмурое небо кстати уже моросить дождь минут пять но я все-таки решил выехать и заснять для вас данный видосик у нас конечно в краснодаре переехал в краснодар я с ульяновской области уже три года живу там четвертый год пошел у нас конечно там погода просто ну по сравнению с этой погодой очень разная погода для кого-то покажется хорошая для кого-то плохая но у нас нет зимы это раз и у нас все время тепло даже на новый год плюс 25 градусов зима конечно есть там месяц февраль самый такой слякоть снег вы будет растаять средней температуры феврале плюс 3 плюс 5 градусов это в первой половине февраля наверное недели две так держится потом все потом плюс 10-15 и пошло-поехало в общем лето на мотиках катаемся круглый год и не замерзаем ну что идемте ближе к теме друзья какие работы я проделал с газелью как ее приобрел это сварочные работы по кузову полностью если кто кому интересно я сейчас не буду рыться в своих старых видосов скачивать их ставить вставлять отрывки это очень долгая история это очень долгий монтаж и на этот монтаж нужно очень много времени который у меня сейчас в данный момент вообще нету видосов на канале новых практически нет так как все уже отснято и материал закончился вот так как он закончится потому что я занимался все время автомобилем и автомобили я сделал и получается поехал в дальняк поэтому нет видосов и поэтому вот это видео сейчас смотрите вы первое что я сделал это сварочные работы вот полностью переварил скажем так морду но не полностью под ножки автомобиль в целом то в нормальном состоянии приобрел была гнилая левая подножка крыло маленько подгнившая так как не было подкрылков на машине просто вообще она была без подкрылок и поэтому в крылья там кто знает кто газелист владелец забивается грязь туда владельцы газели знают и там стоит такой комок большой и там все это дело успешно прогнивает за короткое время все это было проварено установлены все подкрылки все там промавили на все полости обработаны антикором просиликонены прогерметизированы в общем все как полагается единственное что сейчас мне осталось по внешке вот немножечко арочки там доделать немножечко где глушитель где выхлопная труба я просто вырезал прогнившую часть поставил такую насадочку из нержавейки на глушак ну как-то выглядит все это в общем вот так довольно таки даже красиво ну и в принципе далее что вы уже наверное видели кто смотрит давненько мой канал что было сделано полностью спереди первый же год полностью шумоизоляция кабины кабины где сидит водитель салона передней части скажем так более точно выразимся а то умники есть напишут комментарии ты неправильно называешь вещи называешь не своими именами да друзья все называть своими именами но хочется как бы выразиться попроще те кто понимает те поймут но да ладно будем выражаться более скажем так грамотно передняя часть салона была полностью прошумлена хотя машина тоже шумлена в принципе нормально шумлена вот и крыша и бока и полностью все и двери были шумлены но и я это все дело перешумел так как шумка была не раскатана вот и перешумел я естественно другой шумкой четверочка 4 миллиметра вибра для газели вибрухи достаточно и естественно по торпеду тоже добавил там вообще три слоя вибра там получился сантиметр с небольшим слой шумоизоляции могу сказать эффект вот данный эффект от шумки у прям просто превосходство и шумоизоляции то что можно было уложиться в бюджет и получить эффект бюджет и эффект друзья резина хорошая резина сзади практически нульцевая спереди вообще нульцевая была когда я пригнал сейчас она уже далеко не нульцевая но нормально но могу сказать про резину смотрите друзья кому интересно данная резина то что установлена вот сзади она хорошая она держит нагрузку она не шумит протектор у нее таким вот рисунком спереди протектор вот такой вот это forward стандартная стандартный размер 185 на 75 и 16 протектор у нее универсальные всесезонные но она шумит по асфальту она шумит и знаете она так гудит даже такую как вот волки где-то в этом в километре где-нибудь и вот так вот она гудит то что не очень хорошо но в принципе нормально вообще на это не обращаешь внимание как бы резина она и в африке резина но для моего для моих целей для моих поездок сюда будут ставить другую резину более такую трассовую кто знает посоветуйте насчет резины на газельку могу поставить в принципе как и сзади поставить такую же наперед далее что ребят давайте перейдем салончик купил такие вот шторки перед выездом вообще шторки просто незаменимая вещь могу сказать во первых когда вы просто стоите ночуете машине вы просто опускаете стекла и все у вас туда не залетает ни комары не мухи вообще вентиляция превосходная и охлаждение и вообще просто шикардосики вас в принципе незаметно ведь согласитесь абсолютно выглядит как будто тонер как тонировочка да на самом деле ночью конечно маленечко она мешает смотреть боковые зеркала автомобиль сейчас грязный он не мытый ну перед поездкой естественно его мыл но сейчас в таком виде после дороги самая нужная доработка это установить вот такие вот подлокотники очень удобная вещь на самом деле можно сюда что-нибудь положить вот у меня здесь зажигалочка автоген очка с фонариком покупайте сразу несколько штук машину просто необходимо где-то провод подпалить где-то что-то еще оболочку очистить вообще нужная вещь зажигалки нужная вещь дальше друзья были куплены вот такие вот для поясничного упора смотрите подушки их идет две штуки в комплекте одна идет ставится прям сюда а вторая получается ставится куда-то сюда вот привязывается но я их не привязываю кстати вот она 2 лежит вот она 2 сюда вот вообще мне хватает одной прям за глаза без нее поясница просто отваливается вот с ней прям вообще хорошо там такой наполнитель хороший он скажем так давайте я вам сейчас покажу вот такой друзья наполнитель это поролон с эффектом памяти эффект памяти у него присутствует очень хороший он уже не проминается сколько тысяч пробега с ним все отлично купил я его буквально же сразу как только проехал трешку как только первый раз проехал 3000 километров на данном сиденье на стандартном я сразу его приобрел потому что мы просто нереально было ехать и подушку вот такую вот тоже вот сюда вот туда и вставил тоже удобная вещь для затылка удобный подпор кондей у меня крепится вот так вот смотрите вывод гофру обмотал потому что она греется и вот выходит горячий воздух вот сюда вот по бензобак здесь тоже установлен обратный клапан я вам уже его показывал здесь у меня все покрашено все обработано в черный цвет и также горловину бензобака я обмотал чтобы она не нагревалась так она нагревается когда жара на улице 42 она очень греется даже в 35 градусов она греется когда я ехал я просто лючок вот так вот открывал и не закрывал его вообще всю дорогу мощная пружина он не болтается ничего вообще хороший подстаканник кстати друзья очень хорошая удобная вещь далее что из музычки установлен сап ну это я просто кинул его сюда сап lg мощный бомбит прям айда ушел можно так выразиться идемте покажу дальше ой как хорошо что подул ветер всех мошек сдувает здесь ульянской области очень много мух вы просто не представляете всяких мух у нас краснодарском крае они есть но вот когда ты стоишь где-нибудь их просто нет вообще нет ты не страдаешь абсолютно мухами там всякими мошками комарами вообще такого нету ну здесь прям очень много я начал вспоминать до время далее что ребят да в принципе здесь то вам особо показывать нечего установил получается кто не видел смотрите вольтметр установлен установлен прикуриватель вот так он включается это еще с телефон заряжал и также с этого тумблера у меня включается усилитель на музыку кстати еще преобразователь включены у меня для кондиционера и против комаров когда спал блин мешали реально комары вот чё-чё вот как ни крути сейчас буду выгонять всех этих мух отсюда по налетели блин вообще а тебя вот смотрите про шторки отлично просто вещица шторки вот прям реально демонтировать я уже я уже наверное эти шторки снимал и ставил наверно раз 15-20 за всю дорогу где попадались гайцы когда едешь медленно в каком-то городе если ставят гайцы лучше шторки демонтировать да реально привлекает внимание очень сильно кажется что как будто ты затонированный они даже остановили сказали чё шторки поставил я говорю да ну говорится шторками нельзя ездить но в принципе ладно ничего ничего не сказал абсолютно так как просто ну нереально выписать штраф за шторки это нужно во первых снять видеофиксацию видеофиксацию нужно снять с установленными шторками замерить пропускную способность этих шторок так как шторки могут быть разные и т.д. и т.п. в общем это все заморочено и это никто не занимается запаска у меня установлена вот таким образом на задней дверце в принципе очень хорошо ничего не мешает снизу газовые баллоны стоят на 70 литров вот заправляем полностью прям до полного 72 литра умещается и приезжаю около 600 километров на этих 72 литра давайте не обращайте внимание что я привез камушки привез море с черного моря привез камушки задние дверцы тоже прошумленные установлены сиденья установлены вот такие вот шторки придумали мы шторки поставили просто без них ну не вариант солнце жарит конкретно матрасик лежит на котором я спал ну и в принципе набор инструментов масло вот это кстати масло очень хорошая его мотор вообще практически не хавает его вот купил вот такое вот масло вообще очень хорошая маслица могу сказать и покемоне у меня точно такое же масло могу сказать инструменты ящик набор инструментов чемодан и еще обычные рожковые ключи там отвертки шестигранники плюс такие обычные молотки зубилы и впрочем разная-разная приблуда для ремонта если что боковую дверь кому интересно вот могу сейчас показать продемонстрировать преобразователь на 6 киловатт там написано rdd espon 6 киловатт тянет он вообще 4 киловатта тянет без проблем 3 киловатта у него номинал ну просто реально два прибора включаешь мощных ну там две розетки ну уж это будет большого проверять его максимальное испытание не знаю когда я его просто из купил для использования мобильного кондиционера который 800 ватт мощностью там иногда 600 у него появляется 650 иногда там 700 все зависит от режима как включенный мобильный кондиционер музычка проведена преобразователь подключен таким образом смотрите толстые провода от сварочного аппарата от советского такого знаете катушечного здоровья где вот так вот он крутится еще понижает и повышает напряжение провода накинуты напрямую на аккумулятор на плюс также установлен второй аккумулятор 60 соединен таким способом просто параллельно кинут и все соединением и как бы проблем вообще никаких нет вот купил вот эту вот штуку от комаров ну реально очень помогает ребят когда ночью спишь вообще я даже сейчас ее включаю чтобы они все подохли эти комары далее что огнетушитель обязательно вас должен быть салончик как-то вот так вот весь забиты вещами вот такие вот подстаканники очень удобный кстати вообще подстаканники ребят сейчас здесь помыл полы убрался так немножечко все протер постелил матрасик сейчас буду здесь лежать и монтировать данное видео интернет хорошие здесь поле 4g почти пять балок ловит у 5 балок это немного конечно если постараться можно и 10 кинуть за раз поле на чем это я понесло так ну что друзья далее что могу сказать еще так друзья вам еще не показал как я соединил теплый пол теплый пол соединен вот таким образом силиконовые силиконовая подводка полностью хорошие здесь зафиксировано на стяжках чтобы краны не болтались не разбалтывались краны хорошие итальянские кстати вот с кондиционера выведен видно выведен слив я вам уже показывал как сделать грамотно слив конденсата чтобы его не заморачиваться не сливать каждый раз не останавливаться когда он работает по три по четыре часа очень долго слив конденсата друзья у меня идет под вот этим вот пластиком здесь он просверленный и выходит он вот сюда да кстати взял еще собой шприцевать крестовины крестовины прошприцевал перед выездом и вот этим шприцом хороший шприц между прочим могу вам сказать брал его на озоне вот такой шприц хороший сейчас не буду доставать не буду пачкать руки и еще осталось прошприцевать после такой дороги шкварня шкварня нужно шприцевать периодически обязательно ну что ж давайте заглянем под капот а под капотом у нас вот такая вот картина за mz 406 что я сделал с этим двигателем после приобретения этого автомобиля сразу же снял распредвалы один распредвал я поменял купил 2 распредвал притёр крышечки распредвалов все прям под ноль прям притер на притирку у меня ушло наверное часа два наверное чтобы прям идеально притереть не пить главное не перешлифовать крышечку чтобы не зажал распредвал давление сразу выросло у меня до шестерки на холодную если газануть чуть-чуть вообще от до этого было давление меньше чем даже наверное полторашки или сколько там на первое деление после красный было давление очень маленькое на моторе далее что сразу же заглушил каналы масляные под верхний натяжитель и под нижний гидро натяжитель заглушил каналы каналы заглушены кому интересно я показывал как это я делал когда демонтирована полностью лобовины на моторе в общем данное видео про глушение каналов у меня есть на канале кому интересно смотрите сейчас не буду рассказывать поставил такие вот механические натяжители не буду врать два раза всего лишь чуть-чуть подрегулировал подтянул на пола бана чит на четвертинку вот так вот обороте к на четвертин я крутнул на четвертинку и все пробег уже более десятки на вот этих вот механических натяжителях. Зарекомендовали они себя хорошо. Тот, кто не умеет пользоваться механическими натяжителями, я повторяюсь, не покупайте, не ставьте их. Вы просто перетянете цепь как в струну, и цепь у вас растянется, или вообще оборвется. Установлены башмаки из полиамида, такие зеленые боновские. Именно из полиамида, они из дешевого пластика. Это очень разные изделия. Поддельные из пластика идут из обычного пластика, как вот ручки наподобие, делают линейки пластика. А полиамид это вообще другая вещь, другое свойство. Ну, в общем, кому интересно, можете загуглить. Далее, что? Установленный недавно генератор на 253 ампера, VPS 253, подключенный таким образом. Фишка, кому интересно, при подключении два контакта фишки глушатся, они никуда не идут. Они идут для выносного регулятора напряжения, но выносной регулятор напряжения, он работает от 14,6 и до 15, там, наверное, с небольшим вольта. То, что он мне вообще не нужен, мне повышать уже, уже просто некуда повышать 14,6, это уже прилично. Так, 14,5, 14,6, что на холодную, что на горячую, стабильно. Температура генератора на скорости со включенным кондиционером составляет 76 градусов, измеряя пирометром, в жару плюс 40. В принципе, очень адекватная температура. Это говорит о том, что он тянет свою мощность. У него идут за место двух проводов на диодный мост, идут 4 провода на диодный мост. Обмотка в два раза толще вот этой обмоткой. И вес у него в два раза тяжелее обычного генератора стартвольтовского на 135 ампер. 135 ампер у меня грелся до 130 градусов при включенном кондиционере. И мотор прям хотел заглохнуть вообще. Что еще могу сказать? В принципе, ребят, могу еще сказать одну важную вещь. У кого завоздушивается система охлаждения воздухом, по какой-то причине может быть у вас завоздушивается охлаждение системы воздухом? Смотрите, на термостате, на корпусе термостата, кстати, термостат я поставил от Toyota Land Cruiser. Установил я его на 76 градусов, 76,5 градусов. Это хороший термостат, тамовский. Кому интересно, посмотрите, у меня на канале есть видео. Термостат работает просто вот так вот исключительно себя зарекомендовал за такой пробег в жару и ночью, когда холодно. Он просто себя зарекомендовал просто превосходно. Смотрите, давайте ближе к делу. Почему завоздушивается система охлаждения? У меня началась система охлаждения завоздушиваться, когда я, получается, в том году поехал первый свой пробег, составил что-то около 8-1000 километров. Вот мой первый пробег. И, получается, когда я ехал, я останавливался, у меня температура уходила в красную зону. Я вот так вот останавливаюсь, открываю крышечку, она у меня и прям тасол выгибает. Хотя у меня тасол это было вот столько. Он как-то увеличивался вот так вот. И его выплескивало, когда я вот крышечку приоткрывал, его выплескивало сюда вот наружу. И он вытекал. У меня, наверное, за всю дорогу я потратил 5 литров на соло. Просто по какой-то причине могло быть. Я подумал, это прокладка ГБЦ. Но нет. К счастью, это не прокладка ГБЦ, ребят. Это всего лишь, смотрите, как это все происходит. Когда у вас понижается уровень жидкости, когда мотор остывает, тот шланчик, который идет вот отсюда вот, он идет вот сюда вот, или сюда, без разницы вам, куда одеть, он начинает остывать. И в нем есть тасол. И когда этот тасол уходит, вы же не можете налить сюда вот уровень, прям полностью вот уровень, прям вот выше этого штуцера. Вы уровень тасол, ну просто не нальете, иначе у вас просто лопнет бачок. Так как нет воздуха для расширения, для сжимания. Вот. Он у вас просто лопнет, если вы нальете его полный. Ну уж поверьте, это точно. Это прям факт, факт. Смотрите, что нужно сделать. Когда вот он уходит, жидкость понижается, и она засасывает отсюда воздух. Воздух. Она засасывает воздух в систему охлаждения, когда температура понижается. После поездки, после каждой поездки, когда остывает полный мотор, у вас постоянно немножечко завоздушивает система охлаждения. Не удивляйтесь, почему. Что я сделал? Смотрите, у меня идет шланг. Он идет вот таким образом, и висит вот такая вот петля. Смотрите, вот такая вот петля висит. Именно на вот этот вот. На вот этот ничего вешать не надо. Он идет на радиаторе, и он намного ниже, чем вот это. Вот это получается самая верхняя точка. Помимо, конечно, радиатора, отопителя, вот это получается самая верхняя точка. Что может цепать воздух. Что может засасывать, брать воздух. Вот эта вот точка, вот эта вот штуцер. Он засасывает у вас воздух, когда мотор остывает. Реально, это работает. Это факт. Это просто, скажем так, ну, поднапрягите мозги и подумайте, что это действительно так сделано. Пусть не совсем грамотно, но это как бы так сделано, спроектировано. Поэтому, друзья, вешайте вот такую вот петельку. Вот сюда вот. Вот так вот заворачиваете. Раз. И в бачок. И ничего завоздушиваться не будет вообще. Абсолютно. Будете ездить и радоваться. Когда я приобрел газель, когда гналы, и у меня вот шланги были натянуты. Вот знаете, вот прям вот прям вот прям в натяжечку были одеты. Что вот сюда, что вот сюда вот были. Прям в натяжечку. Никогда так не делайте. Делайте большой запас. Особенно вот с этого штуцера, с корпуса термостата. Делайте запасы. Делайте маленькую петельку и пускайте ее на расширитель. И все у вас будет отлично. Далее в планах еще выпускной коллектор обмотать термолентой. Термолента у меня есть хорошая. Перед наботкой вам рекомендую замочить в теплые воды эту термоленту на несколько часов. Потом обмотать и закрепить на хомуты. На металлические хомуты. Не которые в комплекте, а вот на обычные под отвертку. Закрепите их и все будет у вас просто превосходно. Ну, в принципе, из доработок больше ничего такого нет. Лету. Хочу еще сюда поставить маслоуловитель. Масляный уловитель сюда. В простонародье масло-помойка. Да, ребята, еще получается, смотрите, хотел сказать, когда летом у меня машина проставила, когда я ее ремонтировал, она очень долго стояла. И когда я ее запускал на бензине, очень приходилось долго крутить мотор. Если не выходить, не подкачивать бензонасосом, приходилось долго крутить мотор. По какой причине это? Это всего лишь по причине, где-то за три недели, за месяц бензин уходил. Фильтр полностью высыхал здесь. И он уходил туда в трубочке. И пришлось крутить мотор. И пока он насосет бензина, подкачает, приходилось долго крутить. В пределах, наверное, секунд, не знаю, 30. Ну, две попытки по 15 секунд приходилось крутить мотор. Что я сделал? Я поставил обратный клапан. Вот такой вот алюминиевый, с Азона, заказал обратный клапан за 250 рублей, что ли, или за 300 рублей. Очень хороший, мембранно, подпертый пружиной. Все. Вообще конструкция проста, работает, как часы швейцарские. Ну и, в принципе, все, друзья. Может быть, что-то я и упустил сейчас, так как я только после дороги. Ну и все, друзья. Будем прощаться. Очень много рассказал вам информации про данный автомобиль. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте палец вверх и пишите комменты. Вопросы, чем могу, тем помогу, друзья. Советом, подсказками. Кому-то необходимо будет снять отдельный видосик. Могу помочь без проблем. Если кому интересно про автомобиль Газель. Да, и, впрочем, не только про автомобиль Газель, и про любую технику. Автомото, бензокосы, бензотриммеры и все остальное. Бензопилы и все остальные моторы. Я на них вырос, на этих моторах. И поэтому я их просто обожаю и люблю. В общем, все, друзья. Всем счастливо, всем пока, всем хорошей дороги. Берегите себя. Ни гвоздя, ни жезла вам. Все. Хороших попутчиц по дороге.